Доброе утро, город! В эфире Сургут-24. Доброе утро, город! По итогам года в округе введут более 900 тысяч квадратных метров жилья. Это почти 14 тысяч квартир. Субсидии либо выплаты на покупку или строительство недвижимости получили свыше тысячи семей. Почти 20 тысячам компенсировали часть процентной ставки по ипотечным кредитам и займам. За последние 4 года улучшили жилищные условия свыше 16 тысяч семей. С опережением контракта сроков реализуем проект национального значения строительства второго мостового перехода через ОПП в районе Сургута. Протяженность мостового перехода с подходами 45,56 километра. В составе проекта также 4 моста и 3 путепровода. Один через железную дорогу, два в составе транспорта дорожных развязок. Среди основных задач Наталья Комарова выделила повышение показателей благополучия семей. Именно им в нашей стране посвящен следующий год. Наталья Комарова объявила об изменении такой существенной и востребованной меры поддержки, как югорский семейный капитал. Его можно направить как на улучшение жилищных условий, получение медпомощи, образование, а также на приобретение машины или газификацию дома. Сейчас его выдают при рождении третьего ребенка, но через месяц его будут предоставлять при появлении на свет второго ребенка. А размер выплаты проиндексируют. Также следующий год в нашем регионе объявлен годом народного сплочения. Город с населением почти 600 тысяч человек с объемом товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных своими силами на более чем 3,5 триллиона рублей. В Сургуте презентовали проект «Стратегии социально-экономического развития до 2036 года целевыми ориентирами до 2050 года». И указанные цифры прописаны как показатели, к которым будет стремиться крупнейший муниципалитет Югры. Многие задачи из аналогичных документов, предполагавших векторы развития до 2020 и 2030 годов, выполнены или находятся в допустимом коридоре. Сургут является центром довольно крупной агломерации с населением почти 750 тысяч человек. За 15 лет численность жителей нашего города увеличилась более чем на 100 тысяч. Доходы сургутян растут, положительную динамику показывает промпроизводство, объем увеличился на треть. В похожем тренде малый бизнес. Потенциал для роста авторы «Стратегии» видят в диверсификации промышленности, в том числе с учетом новых транспортных коридоров. Строительстве научно-технологического центра и развитие энергетического блока медицинского и делового туризма. У нас примерно 195 тысяч человек занятых в экономике. И учитывая, что численность крупных предприятий у нас не будет расти, у нас будет расти небольшая доля бюджетных мест, потому что новые социальные объекты, они, конечно, приведут к увеличению количества рабочих мест в бюджетной сфере. Все остальное – это малый и средний бизнес. И вот перед всем городом стоит такая глобальная задача большими темпами увеличивать количество рабочих мест, занятых в малом и среднем бизнесе. Сургутский краеведческий музей отметил 60-летний юбилей. Поздравить с этим знаковым событием культурное учреждение накануне пришли первые лица города. И, конечно, с подарками. На торжественной церемонии сотрудников музея отметили городскими, окружными и областными наградами. В 1963 году на месте современной купеческой усадьбе по инициативе флегонта Показаньева был образован Сургутский краеведческий музей. Тогда учреждение состояло из одного здания и небольшой коллекции. Сегодня в составе музея три структурных подразделения, два из которых являются объектами культурного наследия. Это дом купца Галектиона Клепикова, тот самый, с которого все началось, и мемориальный комплекс геологов-первопроходцев. Особая гордость музея – экспонаты. Их в фонде насчитывается свыше 90 тысяч. Субтитры создавал DimaTorzok Телеплюс. Провайдер то его города. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tenfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Что такое русский хит? Это новое слово в мире радио. Никакой политики и никаких плохих новостей. Яркие, прогрессивные и понятные мелодии и танцевальные хиты, которые так любит наша аудитория. Русский хит – это еще и мультимузыкальный сегмент эфира, когда вы слышите музыку, музыку и только музыку. Настройся на самый русский хит. «Траектория надежды» Хорошо там, где есть «Радио Дача». Радио Дача Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова